Доктор, скажите, как часто я должна ходить на проверки гинеколога, какие анализы сдавать, потому что я боюсь пропустить что-то ужасное в своей жизни? В знакомой ситуации я получаю такие вопросы чуть ли не каждый второй день. И мне очень трудно объяснять женщинам, что на самом деле никаких профилактических осмотров нигде в мире не проводят, за исключением узких групп женщин, у которых есть высокий риск, скажем, развития какого-то вида рака или заболевания, инфекции, передающиеся половым путем. Поэтому начнем с того, что действительно во всем мире разработаны только два профилактических направления. Это, опять же, профилактика инфекции, которая передается половым путем, это в первую очередь гонорея, хламидиоз, конечно же ВИЧ, мы переживаем за этот вид передачи, сифилис. К сожалению, уровни сифилиса начали расти. И есть совершенно другое направление, это направление профилактики рака шеек и матки, поскольку это связано с цитологическим исследованием и тестированием ВИЧ. И сейчас мы, конечно же, другое направление связано с профилактикой рака молочной железы. Не совсем гинекологическое направление, в основном занимаются семейные врачи, хотя гинекологи могут тоже принимать в этом участие. Все остальные виды поиска различных проблем, профилактика, например, того же эндометриоза или раннее выявление эндометриоза, синдрома поликистозных яичников и прочих гинекологических заболеваний, в том числе очень коммерческих, очень модных, их не существует. И в недалеком прошлом, ну как, при наличии Советского Союза, только в Советском Союзе, все женщины загоняли каждые полгода буквально с профучилища, то есть с 15-16 лет, и в принципе до конца их жизни их гоняли каждые полгода на профилактические осмотры, которые имели очень-очень низкую практическую ценность. То есть выявление заболеваний было очень-очень низким, а тем более представление о различных заболеваниях вообще было далеким от истины. И, к сожалению, это продолжается до сих пор. К сожалению, до сих пор без справки от всех врачей, которые женщина должна обойти, без подписи женщина получит, например, допуск к работе или еще какие-то важные документы. Это перегиб палки, это дань устарелому подходу, и, к сожалению, это также формирует совершенно неправильный менталитет у женщин, что якобы без каждых полгода хождения по врачам можно пропустить какое-то серьезное заболевание, можно пропустить в первую очередь рак, и поэтому нужно ходить каждые полгода. Но с чем сталкиваются женщины, ходя вот каждые вот эти полгода, с тем, что им направо-налево ставятся какие только хочешь диагнозы, в том числе несуществующие диагнозы, назначаются различные обследования, инвазивные, то есть выкачиваются деньги и лечение, без конца лечение. И у меня консультировалось немало пациентов, которые ходили по врачам по 5, по 6, по 10 лет, и без конца что-то лечили. Мало того, они просто лечили, долечились до того, что уже начались серьезные изменения со стороны всего организма, а не только со стороны репродуктивной системы. Поэтому хождение по врачам не означает, что это хорошо. Я не противник врачей, но я противник всего того, что не является рациональным. И поскольку во многих странах мира оценили ситуацию с профилактическими осмотрами, профилактика заболеваний как раз не состоит в частых профилактических осмотрах, а состоит в индивидуальном подходе к пациенту, выяснение, существуют ли какие-то группы на риске, скажем, по развитию того или другого опасного заболевания. И же в дальнейшем работа, и это касается изменения образа жизни, питания, физической активности, и очень-очень редко бесконечное обследование. То есть на самом деле все это разработано очень хорошо, и мы можем говорить, что работает, а что не работает. Почему у нас нет, например, профилактических программ по всем заболеваниям? Да потому что в большинстве случаев это не очень-то работает. Но как мы определяем на самом деле, когда нужно ходить к врачу, когда нет? Здесь мы должны разделить всех женщин определенной категории. Скажем, по возрасту это категория подростков и молодых женщин, которые ведут активно половую жизнь, часто меняют партнеров. Поэтому у этой категории есть высокий уровень заболевания, инфекции, прежде всего, половым путем, а также незапланированных беременностей. И именно с этой категорией женщин мы должны вести, в первую очередь, работу профилактическую или, я бы сказала, даже просветительную работу, как избежать заражения вот этим ИПП и как предотвратить беременность. Если она нежеланная, значит, какие контрацептивы можем подбирать, какие, скажем, режимы контрацептивы. Поэтому все это мы можем обсуждать женщине индивидуально. Если, скажем, женщина не ведет половую жизнь, она молодая, скажем, ей даже 22-25 лет, значит ли это, что мы должны без конца ее обследовать, требовать, чтобы она приходила на сдачу цитологического исследования? Нет, этого мы не делаем. И как раз второе направление, которое я сказал, это профилактика рака, в первую очередь рака шейки матки, то, чем занимаются гинекологи. Еще в недалеком прошлом всех женщин гоняли каждые полгода на цитологическое исследование, которое делалось старыми методами и до сих пор делают по Папу Николаю и другими методами. И когда я получаю описание цитологических мазков, мне иногда просто обидно, что у нас есть современные прекраснейшие методы скрининга на рак шейки матки, есть жидкостная цитология, а выдают анализы от руки, чисто такие, знаете, не информативные для галочки. То есть халтура на халтуре. Можно ли с помощью такой халтуры выявить рак шейки матки? В большинстве случаев нет. Поэтому и не работают все эти профилактические осмотры, которые делаются на халяву, на халтуру, вообще тяп-ляп. Значит, на самом деле для того, чтобы даже правильно взять мазки на цитологии из канала шейки матки и шейки матки, проводят во многих странах обучение медперсонала, потому что это не значит, что нужно что-то запихнуть, какой-то инструмент в шейку матки, там поскрипти, как говорится, со всей душой, а потом это все размазать по стеклу, и это называется мазок на цитологии. Конечно же нет, это не мазок, это просто халтурная работа. И еще раз повторю, именно для того, чтобы выявить, провести скрининг на рак шейки матки, врач или медсестра обязаны иметь навыки научиться это делать правильно. Ну и, конечно, использовать более современные методы скрининга. Так вот, оказалось, что проанализировав все ситуации с возникновением рака шейки матки, мы сейчас рекомендуем проводить цитологические исследования у женщин не старше 21 года, то есть 21 года, и то, если эта женщина, девушка начала вести половую жизнь. Если она не начала вести половую жизнь, мы не проводим такое цитологическое исследование, потому что рак в этой категории женщин возникает крайне-крайне-крайне редко. Как раз рак возникает чаще всего у женщин после 45-50 лет, то есть в этой зоне. И именно в этой зоне желательно делать это чаще. Но на самом деле оказалось, что мы учитываем индивидуальные факторы, то есть подход индивидуальный. И если, скажем, в роду не было рака шейки матки, маловероятно, что у женщин 20-30 лет будет рак шейки матки, ну, скажем, в более молодом возрасте. И снова-таки мы оцениваем результаты анализов. Если результаты анализов цитологического исследования в норме, то последующие исследования могут проводиться через 3-5 лет. Мы также тестируем на ВПЧ. Если ВПЧ положительный, тогда мы увеличиваем количество, скажем, визитов. То есть мы раз в год можем тестировать на цитологии. Кальпоскопия как субъективный метод, то есть то, что видит врач, как диагностический метод не используется. Это всего лишь скрининговый метод. Он помогает проводить, убирать участки шейки матки для прицельной биопсии. Но еще раз повторю, что не нужно всем подряд делать кальпоскопию, особенно с учетом того, что подготовка, к сожалению, большинства врачей очень низкая. Я понимаю страхи, которые накручивают врачей, что у вас там чуть ли не рак, еще что-то, еще что-то. Это непрофессионально, и мы должны отойти от этого имя. Поэтому я стараюсь вам донести по максимуму прогрессивную информацию, чтобы вы умели общаться с врачами, умели выбирать качественных врачей, а не те, которые просто запугивают. И у женщины сидеют волосы, потому что все. Мне сказали, что у меня чуть ли не рак. Чтобы объявить о раке, должны быть действительно серьезнейшие обоснования, то есть результаты обследования, которые требуют еще дополнительное обследование, то есть правильную диагностику. И вот только тогда мы можем говорить о раке. Если говорить о профилактике, например, рака яичников, опять же оказалось, что вот эти ежегодные УЗИ абсолютно не приносят никакой пользы, и мы не выявляем даже ежегодные УЗИ, мы не выявляем лучшие случаи рака яичников. Поэтому чаще всего мы подходим как раз через призму семейной истории. И нам намного проще выявить тех женщин, у которых в роду есть рак яичников или рак молочной железы, и проверить их на ряд генов, то есть провести генотифирование. И таким образом мы будем знать, что у этих женщин есть более высокий шанс развития рака яичников или рака молочной железы. Обычно рак яичников и рак молочной железы связаны с одной и той же группой генов. Поэтому это мы сейчас можем определять. Нужно ли определять у всех подряд женщин? Нет, это не рационально, это не работает. Тем более, что далеко не всегда рак яичника является наследственным. Тем не менее, мы всегда учитываем возраст. И если у женщины после 45 лет обнаружено какое-то образование яичника, возможно, потребуется диагностическая лапароскопия, потому что не всегда это доброкачественное образование. Или еще мы говорим, это может быть пограничная опухоль между доброкачественной и злокачественной. И мы можем решать вопрос, удалять такую опухоль или нет. Тем более, что женщина в таком возрасте чаще всего уже завершил этитородные функции. В отношении эндометриоза и очень модного сейчас, и аденомиоза у нас абсолютно нет никаких профилактических мер, потому что, ну, я имею в виду программ, там, вот этих посещений и так далее. И, к сожалению, эти диагнозы очень часто злоупотребляют, как и злоупотребляют синдромы поликистозных яичников и рядом других модных диагнозов. Самый верный и правильный подход – это индивидуальный. Это мы учитываем историю женщины, ее семейную историю, ее жалобы. И мы наблюдаем эту женщину. То есть, если эта женщина, например, имеет какие-то жалобы, мы стараемся понять, что за диагноз и как можно эту женщину пролечить. И, скажем, если мы знаем, что те или другие диагнозы именно гинекологически связаны с чем-то будущим негативным, мы об этом тоже можем говорить и таким образом готовить женщину и, естественно, менять уже весь план профилактических мер. Приведу пример. Например, если у женщины обнаружено повышенное кровяное давление во время беременности, то есть гипертония беременных, а также у нее возникает преклампсия, то у такой женщины в дальнейшем может возникнуть гипертония по ходу жизни. То есть более высокий риск развития гипертонии или, как мы говорим, хронической гипертонии. Поэтому такая женщина может наблюдаться у семейного врача, чаще измерять кровяное давление. Мы также можем работать здесь с образом жизни. То есть объяснять женщине, что лишний вес или, скажем, малоподвижный образ жизни как раз негативно отразится на ее сердечно-сосудистой системе. То есть улови вот этот момент, что мы можем в какой-то степени вести профилактическую работу. Или возьмем всем известный синдром поликистозных яичников. Опять же, я говорю, что его ставят направо-налево. Но чаще всего синдром поликистозных яичников, да не чаще всего, а постоянно, это на самом деле синдром, который связан с нарушением обменных и гормональных процессов. Гормональные процессы могут идти по типу, скажем, преддиабетического состояния, нарушения углеводов или по типу нарушения жиров или комбинированные. И 75% женщин с синдромом поликистозных яичников страдают ожирением и имеют лишний вес. Другими словами, это не худенькие женщины, у которых именно из-за того, что они худые, очень длинные циклы. Это в основном женщины нормального веса и чаще всего как раз с ожирением и лишним весом. И если у такой женщины страдает синдромом поликистозных яичников, это истинный синдром поликистозных яичников, а не придуманный врачом, потому что по УЗИ померещились, мультифолликулярные фолликулы, то у такой женщины в будущем повышается уровень развития диабета, сахарного диабета тип 2. Поэтому очень важно, чтобы женщина имела правильный образ жизни, правильно питалась, то есть профилактика диабета в будущем, в 40-50 лет, начинается как раз в более молодом возрасте. И такие взаимосвязи можно сделать с рядом других заболеваний, но я просто хочу вам сказать, что на самом деле не так уж много гинекических заболеваний, которые в дальнейшем могут отразиться на здоровье женщины или привести к каким-то катастрофическим опасным осложнениям. Это нужно понимать. Таким образом мы не перегибаем палку, не запугиваем женщин, мы работаем с каждой женщиной индивидуально. И это самый правильный, самый важный подход. И сейчас, когда я рассказываю различных заболеваний, вы можете знать даже больше. Поэтому есть о синдроме поликистозных яичников прекрасный вебинар, есть очень много информации по, ну скажем, фибромиому матки, которая запугивает, что якобы они переходят в рак. Читайте мою книгу «Это все гормоны», где рассказывается о том, как гормоны влияют на женский организм. И масса других публикаций у меня на официальном сайте, и также здесь есть масса видео на этом видеоканале. Поэтому изучайте материалы, повышайте свой уровень знаний, и это поможет вам избежать запугивания. И ложные вот эти шаги, бесконечные обследования, которые довольно часто могут быть халтурным и неправильным, вообще неточным. И самое главное, это сохранит ваши нервы, ваше здоровье, ну и ваши финансы. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и я вас жду в другом эфире. Всего самого лучшего!